В состав мониторинговой группы, проверивших салонной красоты, вошли руководители отдела предпринимательства Ирки Булан-Избастин, а также представители общественности и других госорганов. Стоит отметить, что рейдовые мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции руководители отдела предпринимательства также проводят на официальной странице Инстаграм-отдела в прямом эфире. В ходе рейда были проверены не только соблюдение санитарных требований, но и проведена разъяснительная работа по вакцинации. Как оказалось, из восьми человек, работающих в салоне «Алнур», только двое поставили прививки от коронавируса. Среди тех, кто в реанимации, потому что вакцинированных, там 2% в основном те, бывают моменты, когда говорят, я вакцинировался, но я все равно заболел и так далее. Тоже надо понимать, что иммунитет формируется не сразу. И то после второго компонента. Некоторые один компонент получают, и могут, к сожалению, заразиться этой вирусой. Со своей стороны, если вы будете вести работу по тем мерам, которые вы будете соблюдать, речь идет о мерозащитной масочной режиме, социально дистанцированной, что у вас здесь. Тоже зоны были посередине. А мы только по записи принимаем. У нас девочки работают на себя, они только по записи принимают. Отлично, да. Когда хотят, приходят, когда хотят, уходят. И как принимают, только свои. Отлично, отлично. Да, постановление областное. Было всегда, что салоны красоты должны свои работы вести по записи. В салоне «Хорайзен» мониторинговую группу встречали без средств индивидуальной защиты, в связи с чем сразу же получили предупреждение. Да, я просто в очках неудобно, только снял, надену все. Сейчас, что-то неоправдание для вас. Проведением рейдовых мероприятий проверяющие органы нацелены на то, чтобы бизнес-объекты смогли в условиях пандемии продолжать свою деятельность. А для этого каждый должен понимать о необходимости соблюдения мер безопасности, как ради собственного здравия, так и защиты здоровья окружающих. Масочный режим мы на сегодняшний момент зафиксировали, чтобы не соблюдать вашему и нашему сожалению. У нас, мы находимся в красной зоне. У нас инструкционное отделение заполнено более 50%. Поэтому задача донести до населения, и вообще это же ваше интересное, если будет население знать, что это не заразно, здесь стройки требований для вас лучше будет. Они будут знать, что это безопасно. Аналогичные разъяснительные работы были проведены и в салоне Аэлита. Сотрудники, хотя и сами были в масках, но от посетителей их не требовали. В салоне в Виарте мониторинговая группа застала работников, нарушающих масочный режим. Только при виде проверяющих представителей сотрудники и клиенты начали натягивать маски. Администрация салона, в свою очередь, оправдалась тем, что поставили прививки. Запускаете ли вы посетителей в маску, без маски? Требуете, чтобы они не салонятся? Ну, когда ожидают, что к лету, всем просим, чтобы соблюдать маску, чтобы одевать маску. Ну, мало верится, потому что сами без маски. Ну, лично мне бы было бы стыдно требовать маску, но самому находиться без маски. Ну, я думал, мы привитые, уже все, можно нам зеленые. Зачем тогда привиться, если одевать маску? Я объясняю, объясняю. Я вообще не понимаю. Объясню. Вакцинация дает нам защиту. Если, ну, будет, конечно, не дай бог, такой случай, что вакцинированный человек заболеет, эта зараза будет протекать в легкой форме. Выявленные в рейдовых мероприятиях нарушения направляются в управление санитарно-эпидемиологического контроля. Там будут приниматься соответствующие решения. А мониторинговые группы ежедневно будут продолжать проверять выполнение санитарных требований.